У вас уже тут не солярки, вообще ничего нету, да? Ну ничего нету у нас. Солярку уже можно привезти. Это уже мы говорили, это говорит, их забота, говорит, кто нанимается. Если что, в соляку надо приехать, да привезти. Вы так уже прикиньте, приблизительно, на сколько. Если что, я тут приеду, привезу эти бочки. Бочки мы возьмем в город. Трактор-то в Шарщины? Нет, в городе, в городе. В городе? А вы сказали, в Шарщины? Нет. Перепутали, наверное. Нет, позвонили им. Там, Виталий, это не ваш? Нет. Выходит, мы с другими договорились? Да, многим звонили просто. Про ваш заказ уже весь город знает. Да. Про вашу заявку, да. Ну, мы тоже с сентября охота уложиться в него. Да, понятное дело. Так, ваши условия. Работу вы посмотрели. Дело покажет, когда будем делать, сколько кубометров. Да, да. Продолжительно. Ширина это такой, там, плотины не будет, которая там размахнула. Она будет уже, и скат нас не волнует. Мы знаем, за счет ската она уменьшится. Эта сторона почти не поднимается, нисколько там уже срежет только. А то, я говорю, плотину-то, а тот-то будет подниматься. Ну, там уже по работе, уже сказать, как пойдет уже. Как по дне, да? Стоять-то точно никто не будет. Ну, там, как пойдет, тогда тихо, что тоже человек не может сказать, как там. Я так вот просчитать, я вам точно сейчас здесь. Может, неделя, две, может быть, три-четыре. Работа покажет. Да, конечно. Вот у вас получается, как бы, по факту, три места. Четыре. Да, четыре. Даже раз. Две, три дамбы и одна дорога. Одно, смотрите, можно одно дело сделаем и уже будем знать уже примерно хотя бы. То есть, там вообще самое простое, которое сейчас мы смотрим, вообще самое простое. Здесь тоже не... Вот здесь только надо по это... Посмотреть, задвинуть вот эту вот, надо под нее там что-то закладывать. Приедет еще бульдозерист, который гораздо опытнее, чем я. Я же сам не езжу на этих тракторах. То есть, я знаю, как это делать. Ну, вы видели тот тракторист, который 20 лет назад, как он брал, откуда брал, копал. Да, ну, они так же будут. Вот они, что у них, не другое. Нас вот что интересовало. Вот когда мы здесь, сейчас вот, бульдозерист завалит глину, староста говорит, вот который подходил. Но это вот, это все во время дождя и проще будет размокать. Я говорю, а как же, там дамба-то стоит, 20 лет назад она не размокает. Мы же договоримся дальше насчет песка. Ну, у него же не будет вода подниматься до этой дамбы. А то, что там дождь, ну, сами понимаете, то есть, накатанная глина, вот такой примерно слой, минимум, который становится, ну, железобетоном. То есть, вода просто стекает с него и все. Любая дорога делает всегда основание. Там песок, допустим, глина, любая дорога. Потом идет щебень, допустим, и асфальт. Договорились уже, уже узнали, сколько требуется, 10-15 сантиметров песок и потом щебня столько же. Да я так думаю, что и глиной накатаете, нормально все будет. Глина, если щебень. Щебня просто здесь больше надо, то есть... Ну, песок, это обязательно, песок, песчаная подушка обязательно. Уже тут... Ну, не знаю, надо пробовать, надо накатывать глиной. Не просто накатал, чтобы бульдозер. Звони. Откуда они? Тут наши договорились с этими, они привозят. Что за машины? Какая их емкость? О которых ты говорил, сколько они привозят за раз? Это же разница. Камаз там придет или меньше машины? Камаз больше 10 тонн не привезет. Ну, если 15 тонн, не Камаз, ну, 15 тонн. Ну, 10. Ну, вот этот песок, который посмотрели, это расстояние. Сколько Камазов надо этих? Честно даже не скажу. А откуда песок возить? Ну, вот на дорогу, которую, дорогу посмотрели. Не, откуда возить-то песок? Ну, вот вопрос. А у вас где тут рядом? Какой-нибудь карьер, что-нибудь есть? Есть, подстепно рядом, договорились с ними уже. Они только насчет того, что уборка идет, подождать надо. Да, не, ну, Камаз это тоже можно найти сейчас. Это не такая уж и проблема. Да, и сразу договориться, узнавать, какая крупная щебень, крупная. А после этого мелкие. Надо сделать дорогу. У нас не просто разговор идет, а мы ждем гостей. Если Бог даст. Может, они никогда никто не заглянет сюда, но дорога нам нужна. Ну, что там, в корыте он выйти, там не проехать ничего. Не, ну, смотрите, там, начиная, допустим, с этого места. Глины напихали. Вы пока решаете с песком, щебнем. То есть бульдозер здесь будет. А в это время здесь работает. Да, привезли, высыпают, бульдозер подбежал, ему тут, что тут, 10-15 минут он здесь. Где мы были, трубы-то заглядывали вниз-то. И как раз на эту трассу заходит. А по этой трассе к тому выход. А здесь, повернули, если отсюда вышли, вот она, рядом дамба. А на ту, через эту, с той стороны, если работать, то бульдозер по этой дамбе. Не по этой, ну, которая, дорога была остановлена. Вот так. Значит, какие условия? Нам нужно узнать цену. Во что мы войдем? Все общее, что ли? Нет, у меня-то по часовой. По часовой. По часовой. Часовая во сколько? Часовая полторы тысячи. Полторы тысячи. Что входит в часовую? Когда он, говорят, опустил нож, или будет заводить, и все это считать все будет. Ну, как вот идет всегда по опыту. Он завелся и поехал, начал работать, все, пошло время. Чтобы не было договор какой-то составить, чтобы не было претензий-то. Вот он знает, мы абсолютно, совершенно безобманные. И поэтому мы с ним работаем, они мне знают давно уже. Они мне знают давно сами, вот с ними можешь спросить. Мы с ними давно работаем с ними. Да, поэтому. Так что они камнивые, так что все нормально будет. Да. Ну, значит, нас интересует, как вот эта глина себя поведет здесь, если утопщет. Нормально будет? Я думаю, нормально все будет. Вот где трубы там лежат, которые, там подъем, может быть, сантиметров на 40 больше не будет. Надо на дороге. А дальше уже песчаная. Вы же там будете смотреть, то есть по месту. Вот он сделал, вот много вам, скажите. Он уберет. Какая проблема? Он уберет там. Ну, сделает он с запасом, покатает подольше. Трубет немножко может отсюда это отодвинуть-то все. Так, все он отодвинет. Так, еще. Мы кое-где убирали маленькие, небольшие такие клены. Мы можем с ним договориться, кто будет, чтобы зашел он их повыковыривал. У нас остались пеньки. Ну, здесь вот, на вот этой... Нет, не здесь, а вот здесь прямо деревня. Да это такие проблемы. Если он сможет без проблем. Трактор может подъехать. Сильный? Конечно. Спросите, большой трактор. Ну, я говорю, какой? Большой-то большой. Бульдозер. Бульдозер. Я не знаю, как название. Два американских катапиллара. Вот здесь два работали у нас. Вот это озерко сделали. Нет, катапиллар у вас... Когда, в каком году это было? В 92-м. Это такой же трактор. Такой же. Ну, они здесь вот это вот, вот за столбом, за этим. Там лужа почти была, они там пеленки стирали. И они нам убрали верхний слой, а потом стали копать. И пока трактора не стали у них уже, вот где-то. И выкопали. Там больше двух метров было. И мы там купаемся время. Вот. Озерко вот прямо здесь, где проезжали мимо. Угу. Значит так, примерно так. Ну, уже Павла, на сколько дней это рассчитано будет? Не могу сказать. Сейчас надо еще подумать. Мне сейчас с бульдозеристами надо посоветоваться. Я вам расскажу примерно, хотя бы. То есть я так сейчас знаю, сколько там расстояния. Никто не скажет, сколько. Может, неделя, может, две, а может, три дня, Игнать Тихонович. То же... Они еще три дня не сделали. Да, ну, не три пробежья. Ну, неделя, неделя, это уже мы гарантия. Так, мы договорились со старостой, он у них будет столоваться. Угу. И отдельно у нас есть гостиница, где он будет ночевать. Угу. Тут вопросов никаких нету. Угу. Ну, у нас, когда бывают постные дни, ну, и мы ему готовить будем из этого. Батюшка, ну, уже там барашка заколит, и за этим и постоим. Он обижаться не будет. Так, теперь кому платить и когда? Это потом уже в конце. Это уже потом мы уже потом с Андреем все решим. Ну, за доставку и проще что? Сколько доставка будет стоить сюда? Это мы стоять решим еще. А? Тот, кто повезет, трал, тем бы больше. Ну, надо договориться заранее, повезет. А вот сейчас... Мы узнаем и скажем. Ну, маленько-то, можно примерно знать. Примерно, вот сколько сюда километров? Ты не засекал? Откуда? От Барнавула. 153. 153. Ты сейчас сбрось, да и все, вот мы отсюда прям поедем. 153. Ну, сброшь. Ну, 153 получается туда, вот сюда привезти 300 километров. И обратно везти 300 километров. Рублей 55 километров. Так, вы сказали туда, туда сколько и сюда по 150. По 300. То есть считается всегда, вот смотрите, сюда и обратно. Я тоже обратно тоже есть 300 километров. 300. Получается 15 тысяч, да? Ну, примерно, да. 15 тысяч сюда привезти. Нет, подожди. 300 это сюда и обратно отсюда увезти. 30 тысяч. Нет, сюда 150 и обратно 150. Он сюда, когда трактор везет, он сюда едет и обратно. Трал считается ему 300 километров. То есть сюда и обратно. А трактор же отсюда же тоже как-то должен уехать, когда закончит работу. О, да хуа, ну... Не о тракторе, а о тралле речь идет. А мы-то считали только трактор привезти. И то есть что получается? Ну-ка. 30 тысяч привезти. А? 30 тысяч. 30? Угу. 30 за все, про все. Привезти машину. Привезти трактор стоит 30 тысяч. Сюда. И увезти отсюда. Как же эти отвечали нам, говорят, у нас, говорят, доставка 17. И увозить будем 17. А тут 30 совсем уже цена не та. Так вот 17 плюс 17, 34 получится. 34 это за все. Туда и обратно, за оба раза. У нас-то, а у нас 30 тысяч. Ну, задай обратно. И за отправку 30. Да, да, да. Ну-да-да, это мы договорились. Да. А то я думал, только за один раз привезет. Нет, нет, нет. Я же говорю, туда-обратно. 600 километров умножьте на 50. Все, вопросов нету. В какой-то письменном виде будем составить какой-то договор? Да зачем? Да зачем? Я с Андреем все решу. Вот со мной. Андрюша, с нашей стороны вопросов никаких нет. Нет, конечно нет. Мы все сделаем, чтобы не было никаких нареканий. Так. Теперь наша задача так сделать, чтобы к нам не было никаких нареканий. Теперь будем ждать сухую погоду, чтобы трактор привезти. Сейчас сказали, на следующей неделе вроде будет, посмотрели, что дождей не будет. Если мы ехали, тяжело будет везти, надо, чтобы сухая была дорога. Понятно. То, что тралу нужно ехать будет сюда, потому что через железную дорогу трактор, нельзя его, чтобы он переезжал. Он рельсы может сломать. А как? На тралле. Ну, я-то понимаю, на тралле. Так, ну, а остальное, это еще тралка. Не может в такую погоду прийти? Склякать. Тяжеловато будет. Где-нибудь там забуксует и все, ему... Потом мы не вытащим его в таске. Ладно уж, можно будет, если там он сам ехать сможет. Может сам он выехать и поехать. Я ехал в 173-м. Да, в 173-м. Дело в том, что когда у нас бывает непогода, они идут через Скорчино, то все это минует. Ну, если так, то так. Ну, в любом случае, сейчас пару-тройку дней, я ничего сейчас пока не могу вам поставить. Ничего пока еще, нечего. Потому что все уехало, все боюсь, сейчас один-то только доделываю. А все, что у нас? Среда. Скорчино не ездил никогда? Дело в том, что когда бывает разлив весной, наши ездят через Скорчино. Они вот так едут через деревню прямо до разъезда и сразу поворачивают и на Скорчино. А там уже асфальт. Не, ну мы так поедем, как ехали. Это еще и отсюда 20 километров, 25 добавляется еще. Надо это одумать, чтобы не застряли-то. Вот еще что. Ну, мы вот только вот тут чуть-чуть. Ну, надо, чтобы специалист смотрел, не лез куда. Тут вытаскивать никто не будет. Да-да. Как с горючим договаривались? Ну, с горючим мы уже будем сейчас решать с ним. Да, я думаю, нет. А что ему там смысл оставаться? Вы сейчас остались. Ну, сейчас подожди, сейчас 15 минут перезвоните. Так, давайте-ка мы пройдем к старости и покормить вас надо. Нет, нет, мы полетели. Чтобы нам выехать, чтобы это... Мы полетели. Поедем. Ну, вас как-то вы приезжали, вот как-то отблагодарить надо, что вы приехали-то. Потом работу сделаем, человек приедет, отблагодарить. Сделать нам очень хочется. В конце работы? Совет ваш прямо на каждом месте. В конце работы? Все. Да. В конце работы. Ну, тогда через это не заходим, полторы тысячи час. Да. Значит, в день сколько он будет работать часов? Ну, с восьми часов, до шести, до семи, до восьми, то есть, ну... То есть, считай, почти десять часов. Но когда он ходит на обед, это не работа. Нет, нет, конечно. Работа только, когда трактор не работает и двигается. Да, да, да. Остановился, все, пошел кушать. Все, мы все время будем записывать, чтобы не было претензий. Потому что для нас это головокружительная цена, и мы все... Ну, понятно, делаем. В прошлый раз-то начали коров колоть, тут свиней, вещик все продавать. Ну, нам надо. А тут же никто не работает, не на государственном. Государственном. А живут только от хозяйства, кто-то от огорода. Вот юноша приехал, вот он, у него вообще ничего нет еще. Он только строится. Сегодня строится, сами понимаете. Да, конечно. Я работал 35 лет стажа, и у меня пенсия 6500 рублей. Мне не давали никогда работать, я политзакрещенный был. Только в авиеведовственной охране при милиции. У меня вообще ничего нет. И поэтому я хожу, и... Мне очень хочется, это моя голубятня, чтобы здесь получше было-то. Что, на текст поедем мы? Давайте. С Богом. С Богом. Так, от нас что-то нужно? Нет, нет, нет. Ну, осмотрели, увидели. Да. Значит, дам будет. Все, вы не получите. После сделать, завалите. Ну, спаси Холестов, сколько приехали. Так, на Мюше знак вас. Потому что мы беспокоимся, у нас время уже... Сразу позвоню. Ну, если все так будет, то только нам работу там убирать. Деревья эти можно убрать, и когда будет холодно. Главное сейчас, это подготовить, чтобы он через эту плотину... Ну, у нас почти все готово. Когда он первый, только раз пройдет по плотине, то мы сразу проволоку начнем натягивать туда. Скажем, чтобы она не задевала, чтобы она ушла на низ. Чтобы с этой, с этой между собой их связать. Несколько раз. Проволока хорошая есть, наверху не забудь. Оттуда вытащить. С голубятни. А эти-то, которые штыри торчат, поговорить с Игорем, он их стилит, если ее стрижет. Ну и все. Хорошо, что ты приехал. Вот все дело. Ну, если через Андрюшу. 6.35. На уши. Ну, все дело. Очень много. Продолжение следует...